приветствую всех тоже не хотел я делать вот такое вот видео но таки у меня уже накипела нагорела подгорела так что дальше ехать некуда 24 будет обновление любимой лоусеки ну зачитать могу вам давайте я вам зачитаю так попреково видео немножко подлиннее будет смысл расскажу где-то в конце вот в общем верные друзья а верный своему делу капсулеры и из вас кто обосновался звездных системах нового демо снизить по небезопасности его усеки достойны всяческих похвал и награды за преданность выбранному образу жизни обновления любимой лоусеки которая готовится к выходу до 4 станет кульминации всего квадранта я сказал это станет писецом всего квадранта давайте умертвимого усеки ну ладно они хотели так уже мертвые сражайся и смывайся добавят игру лет изменений которые затронут межгосударственные войны и другие стороны игрового процесса касающиеся приключений системах с низким уровнем безопасности так межгосударственные войны вот это вот основное тут скорее часа прочитаю и вам объясню на протяжении всего прошлого года мы говорили о своем желании вдохнуть новую жизнь межгосударственные войны качественно лучший игровой опыт в действительности межгосударственные войны конечно стали хламом по мискодротчеству но никак никакие войны там толком не велись то есть там альфа аккаунты маяки крутили омега аккаунт миссию вот и вся разница неплохая конечно прибыль довольно таки но еще там войны какие-то я так вообще никак ни разу и не понял начать не решили с увеличением наградных баллов которые присылаются за пвп убийство межгосударственных войнах друзья мы теперь делаем аккаунты и там и там и друг друга убиваем и получаем очки лп классно я думал теперь баранов уже нету знаете учите есть одна проблема каждый раз они меняют коллектив зачем это сделать что появлялись новые идеи я вот не вижу появлялись новые идеи они делают старые ошибки они просто такое впечатление будто они людей которые был знаете вот эта игра есть одна маленькая нюанс которую видно разработчики не учитывая чтобы понять что в игре происходит надо хотя бы не один год не разбираться далеко не один они каждый сколько там 23 года убирают часть коллектива присылают новые которые ни черта не соображают но дают за то идеи которых толку нет я конечно этим попользуюсь вам тоже рекомендую создать себе твинков их фракционных войнах в этих фракционных войнах и просто их убивать вот я сейчас так и буду делать себе зарабатывать киопер я не честно говоря в лом это делать мне это в принципе не надо но ради прикола я это все-таки сделаю вот это вот тупость просто кардинально адовая вот что будет иначе мы решили увеличение наградных баллов которые присваиваются по убийствам и государственных войнах у вау то уже время количество наградных баллов которые даются за выполнение заданий от агентов в рамках межгосударственных войн будет уменьшена так как мы хотим подчеркнуть и повысить значимость боев государственных войнах дальше я читать не буду это уже можете сами прочитать я оставлю ссылочки объясню попроще если до кого не доходит все их не на данный момент обновления нет никаких нахрен конкретно цифр насколько они будут повышать насколько они будут понижать вот это они не будут писать потому что они будут по ходу игры просто это чисто убирать я вам объясню было ну например экстрасовской войны про них я уже вам все сказал вот нету конкретных цифр что они будут они будут менять по ходу игры то есть они потом сделают эти фракционные войны просто невыгодным говном я вам говорю как действовать друзья мои это уже было похожее обновление еще в мое время когда я играл то есть создаете чара с другой стороны к примеру там воюет амария против матарии там к примеру самые ненавистные друг другу расы берете в амарии создаете там два-три себе венка и в матарии и просто между ними потом меситесь постоянно вероятно очки лп намного лучше будет приходить кинь дешевые корабли там кузаки даже линкоры может можно и будут использовать смотри сколько там очков будет вот он банально какой вот выход хороший очков лп было уже похоже давным давно меня это уже бесит какого черта все идет опять тому чего я начинал я блядь 2015 году ушел с этой игры я помню были похожие обновления они потом убирали это фиксили потом опять убирали потом опять фиксили он вообще просто убрали ай слов нету сразу говорит видео редактировать толком не буду но ладно проехали в общем то как вы поняли как зарабатывать на очках лп ну я тоже так буду делать вероятно вроде интересно хотя посмотрим буду лечить делать не игру же начинает то что тошнит на вороте начинает реально в общем то вот это вот самое основное то что мне не нравится нету точных цифр насколько что будет уменьшим что дает вариативность пример вот вы начали так зарабатывать все очки лп они взяли их опять порежут они так могут резать сколько угодно потому что они не дают конкретных цифр насколько будет все уменьшено то есть каждый раз каждый день не смогут это уменьшать я не знаю что там там точно не сидят у них уже умные люди которые прекрасно понимают что вот игре происходит что в этой игре можно делать нету там таких людей там какие-то новенькие сидят которые вообще в этой игре не разбираются это я уже убеждаюсь от обновления с обновлением три недели читал обновления изучал их еще играл и проходил ладно давайте-ка я вам объясню ты про нету так почему я к этому моменту отношусь кто не в курсе было обновление вселенная к примеру это у нас обновление было сейчас я вам скажу а февральское обновление я как раз в это время примерно вернулся в игру не было очень интересно хотя бы заняться промышленность они написали что содержание рут в астероидных поясах новом адеме следующем уменьшена это астероиды в системах низким уровнем безопасности уменьшено количество торрента дым астероиды системах с 0 уровнем безопасности уменьшено туда уменьшено количество все трудные аномалии появляющие за счет промышленной системы скорректирую время появления аномалий 1 2 уровня время кракит там 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 что это вы можете сами прочитать это я вам ссылочки оставлю короче они немножко уменьшили опять же они не написали количество они не уменьшили чтобы вы понимали что происходит вот я следующим отрывочком после этого я вам покажу сколько в нулях сейчас руды но перед этим я вам объясню вот мне понравилось очень некоторые вещи они когда вот это вот убрали руду они то есть они и не уменьшили не нахрен помощь практически убрали даже в импе больше сейчас было они делают как очень довольно таки мне нравится они сначала на болтах увеличили количество камней содержания сейчас они опять это уменьшили потом они увеличили на луна в два раза количество руды я думаю у меня глюк какой-то был нет они увеличили два раза количество руды потом они опять привели это все стандартного варианта то есть они постоянно играют они постоянно пытаются что-то сделать они точно не могут остановиться они не знают что сделать у них сидят люди которые не могут понять что в этой игре происходит реально действие это очень хреновый вам скажу вот это вот их не знаете перетрубации по поводу смена коллектива новые идеи это бред это игра не про смену коллектива эта игра где люди которые должны сидеть которые понимают что в этой игре происходит но тут таких людей по ходу не осталось это не относится к дизайнерам кораблей и кто делает картинки красивых ним это никак не пусть им на это плевать главное сделать красивое что-то эти люди здесь не должны разбираться в игре их не а главная задача это дизайн люди которые вот эти вот обновления вот они ни черта не понимают механика они убили полностью на мальке я не знаю о чем они думают не пока еще оставили луны поняли что где-то они обосрались хорошо но они до сих пор продолжают обсираться друзья после этого видео будет отрывочек это то что сделали в 0 кому интересно сколько там раньше было там раньше были миллионы рублей у 300 тысяч было 500 тысяч в одном камушке а сейчас вы увидите сколько там осталось очень приятно кто в этой игре чё делать я не знаю извините я это видео звуком обрабатывать не буду возможно фоновые шумы сразу предупреждаю приветствую всех уважаемые зрители гости подписчики моего канала с вами черный металл и так небольшая присказка объели что ж предыдущем видео я рассказывал то что они очень сильно по нерфе лим некоторые виды аномалий к 10 должны были убрать ладу слон но не убрали в итоге давайте я вам покажу что они натворили вот раньше майнер в основном на лун никаких руд не было толку то есть там лунка добывалась все копали вот на этих раньше гравим ну как сказать гравиметрических аномалий аномалиях или как правильно назвать устроенных короче районах чем прикол я вам сейчас покажу и ты чё приперся 1 в общем то вот это вот количество который можно покопать и бедный майнер тут бедолаги копают пытаются что-то прокопать мне честно говоря их жаль потому что вот только на таких кораблях сейчас можно покопать реально рудом это у нас собственно хреново все я вам так скажу я нашел камень без тота на 14000 все максимально это большой оси 7 10 продел посмотрел они вот руду на этих аномалий как не увеличили меня до сих пор стоит вопрос почему они не могут сделать сюда ровки не могли заходить сделать это чисто ворота и чтоб сюда проходили что-то вроде макеннавский фах ну короче баржа ну и максимум орка могла проходить вы также некоторые виды фригу типа для pvp фрик макеннаву то собьют но фриги смене сможет пройти что сделать то почему они не могут так сделать то есть они оставили луны для ророк но для майнеров обычных они вообще все угрохли это вот руду прокурором даже голема копать а мы большой камень будет 14 и без тота нашел это конечно полном зато везде все одинаково на всех гравитах я теперь даже не знаю какая разница между колоссал и нормус варс медиум принципе разницы нету ну потом я вероятно так думаю они аномальки будут резать карибасом посмотрю как карибас поводит мне это лично как-то пофиг у не и другие игры есть не заняться есть чем но люди здесь как правило играет бешеном своем количестве именно еву и про его у других игр не знают то с ними будет мне интересно ну вот камыш хороший 8000 тоже неплохо до рорка это не покопаешь они убрали фарм для рок но извините меня это и не покопаешь лопатами вот только одно вот такого летающий как он забыл называется портотипом орки можно покопать дронами то в импе руды больше реально в импе больше руды кому непонятно это вот количество объема могу показать вот в импе больше и в импе таких маленьких камней в последнее время вообще не видел я вот вам реально говорю в импе нет таких маленьких это нали что не оставили руду слушайте знаете вот мне интересно раньше я вот вам рассказывал не было никакой руды на лунах ума ты были и они не так добывались но раньше люди вот они если уберут руду часу люди пойдут копать был ты цена ты это упадет почему они думают что при том что они убирают руду люди продолжат стараться в таком же количестве строить супер и мазера вот это мне интересно но не будут таком количестве строить супер и мазера пвп от этого но увеличится количестве на какие-нибудь фригах и эсминцах ты первых но не будет теперь капитальных боев сейчас если по киллварде смотреть очень много разных капитальных боев довольно много знаете им нужен один бой где 10 капиталов погибает там 10-30 лярдов или один бой где 100 эсминцев или курзаков каких-нибудь убирая умирает стоимостью там до 5 миллионов ничего добиваются количества боев они так уже все посокращали бабушки сейчас сижу жду вот не чисто интересно что они с игры будут думать баннеров вот то есть на эти гравиках они убили я думал сейчас убьют еще на лунах но они видно ждут надеяться хотя мне нравится как на рынке творится там все руду скупают бешеными ритмами если не считать того что рынок на 70 процентов уже захвачен интересными личностями они отнюдь не игроки а что другие полагаются хотя наверное многие верят светлое будущее хотя до аббревиатура сама ccp верим светлое будущее которого правда не будет если ничего не делать и сидеть на жопе ровно и мечтать только об этом хотя ладно это уж мое такое такая небольшая вставочка вероятнее всего я это буду соединять видео с другими есть еще некоторых факторов несколько мне вопрос чего он здесь туда-сюда летает ну ладно всем удачи друзья всем пока мой ну ладно это я обрезать не буду скорее всего еще меня раскочил от какого хрена он здесь шатается